Ивановский химико-технологический университет – один из лидеров среди вузов региона по количеству грантов. Объемы финансирования из различных научных фондов исчисляются миллионами рублей. Доцент кафедры технологии пищевых продуктов Илья Деревеньков занимается исследованием витамина В12, который необходим для процесса кровотворения и нормальной работы сердечно-сосудистой системы. На свои изыскания молодой человек получил грант в 3 миллиона рублей, рассчитанный на два года. Для того, чтобы это соединение могло нормально работать у нас в организме, задействовано около 10 белков, которые эффективно реагируют только с витамином В12. Однако возможны на практике такие ситуации, когда витамин В12 вступает в реакцию с другими белками. Планируется получить как раз вот эти измененные витамины В12. То есть их можно использовать, например, с какой целью? Чтобы, например, бороться с микроорганизмами, с какими-нибудь патогенами, например. То есть, грубо говоря, микроб съедает вот этот измененный витамин В12, у которого нарушена структура. И, соответственно, вот это соединение начинает блокировать жизненные процессы внутри микроба. И в итоге микроорганизм погибает. Не менее интересная научная работа также связана с медициной. Магистрант факультета фундаментальной и прикладной химии Дмитрий Ерзунов в этом году получил президентскую стипендию. Сам молодой человек сейчас уехал на стажировку в Москву. Сразу после отправится в Санкт-Петербург и Италию. Подробнее о его изысканиях рассказал научный руководитель. Работа Дмитрия связана с разработкой новых маркеров для определения местонахождения онкологических опухолей. В течение трех лет, пока длится эта стипендия, он будет развивать это направление. Его работа будет связана с получением новых химических соединений, которые будут маркировать опухоль и помогут медикам определять ее точные границы. Самый внушительный грант получила команда из 10 молодых ученых под руководством проректора ИГХТУ Юрия Марфина. Российский научный фонд выделил 15 миллионов рублей на фундаментальное исследование на стыке химии и медицины. В конечном итоге ученые планируют создать принципиально новый прибор для диагностики сердечных заболеваний. Принцип работы из светодиодов ивановские химики хотят принести из электроники и высоких технологий в сферу здравоохранения. Самым главным результатом, который мы хотим достичь за эти три года, учитывая, что это все-таки фундаментальное исследование, это до конца понять тот самый механизм взаимодействия разных классов соединений и принцип их работы, на основании чего уже можно будет конструировать устройство для каких-то конкретных практических применений. Но если говорить о практике, что мы хотим уже вот в эти три года попробовать, это создать те самые диоды, которые высвечивают в красной или даже в инфракрасной области и попробовать их для медицинской диагностики. На грантовые миллионы ученые приобретают дорогостоящие реагенты. Примечательно, что все исследования носят не только фундаментальный характер, но и прикладной. Укрепление научной базы идет параллельно с разработками, которые в конечном итоге повышают качество жизни ивановцев. Максим Серебряков, Антон Осипов, Ортовое Иваново.